Добрый день дорогие зрители, с вами OpenScience in Ukraine и меня зовут Гуслистый Артём. В этом видео мы поговорим о новшинстве Scopus, которое произошло буквально 21-22 мая 2017 года, на конкретнее смене дизайна и функционала самого сайта Scopus.com. Вот главная страница Scopus.com. Здесь мы видим, что отсутствует предупреждение о том, что мы были не активны, то есть не залогинены в систему и были рекомендации, как нам залогиниться. Также можно было посмотреть индекс Хирша свой по Scopus через определенную ссылку. Сейчас, на данный момент, этого здесь нет. Мы пока что не знаем, будет ли это дальше, такого плана, что нельзя будет посмотреть свой Хирш. Или же потом Эльзивер все-таки разрешил авторам смотреть свой индекс Хирша через сайт Scopus, как было ранее. То есть пока что, на данный момент, мы этого не знаем. Но, тем не менее, что здесь ввели нового? Мы видим, что сейчас на главной странице без подписки у нас активны всего две ссылки в меню. То есть места публикации и логин. То есть мы даже видим, что локализация, во-первых, вы должны были обратить внимание, что здесь теперь русская локализация. Скорее всего, это из-за куки, но раньше этого не было. То есть это довольно-таки хорошо, прикольно сделано. Смотрим тоже, ну, видим, да, что есть ляпы, где вот есть перевод, нет перевода. То есть Эльзивер в процессе работы, я так понимаю, над скопусом, над сайтом. В ближайшее время это изменится. Посмотрим, что у нас здесь. При нажатии логин, ну, логично открывается логин, ну, username, пассворд. То есть авторизация в скопусе. Нам здесь через Афины можно залогиниться. Другие, через другие институты. И запрос на удаленный доступ. То есть посмотрим, попробуем нажать. Введите адрес электронной почты. Проверим. Я, конечно, сомневаюсь, что она работает. Да, для этого адреса предоставление удаленного доступа невозможно. Обратитесь к администратору своего учреждения. Хорошо. И мы видим, кстати, активировались все те линки, которые поначалу были недоступны. Также добавился с ЦИВАЛ. А ну, проверим. Сейчас мы опять откроем скопус и сравним. То есть, да, открылись оповещения. Открылись списки и поиск. А ну, если мы нажмем на поиск, то, собственно, опять авторизация. Чего и стоило ожидать. То есть, да, везде нужна авторизация. Пока это дело... Ну, в общем, с этим понятно. Что такое скопус? В подвале мы видим, что вот есть такое. Подсказки нам, что такое скопус. Охват содержимого. В новом окне открывается. Ну, проверим. Ага, ну, ссылка на альзивер. Как бы, я так понял, о скопусе. Блок скопус. Ну, что такое скопус? Опять ссылка на альзивер. АПИ. Такого вот плана. Ссылал это тоже. Логин. И пароль. Авторизация. Так, ну, так-то больше. Справки у нас как дела обстоят. Доступ закрыт. Интересно. А здесь справка. Обучающие материалы. Какие-то, ну, справка. Ага, вот здесь у нас кратенький... Кратенькое обучение, как залогиниться в скопус. Посмотрим. Так, ну, понятно. Авторизация в скопус. Подписка. Интересно, все-таки оставили ли они возможность посмотреть без подписки с индекс Хирша. Так, ну, пока что не видим этого. Да, здесь, в этой справке нет описания. Оно по другим, по другим пунктам полазить. Пусто. Ноль результатов. Ноль. 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 Да, странно. Но, сколько, ну, если в поиск уведем здесь логин. Результаты не найдены. Скорее всего... Надеемся, конечно, что... Ну, и... Сейчас проходит работа просто над сайтом скопуса, поэтому недоступны большинство функций. Ну, мы очень надеемся. Так, обучающие материалы. А, ну, что у нас здесь? Здесь инструкция демонстрирует выполнить вход в скопус через личный идентификатор или учреждение идентификатора. Это у нас какая-то обучалка. А ну, просмотрим. Я пока понимаю, что я ничего не понимаю, но авторизация. Ага, тут описание идет в каждых меню, каждых ссылок. То есть, я эту ссылку добавлю обязательно в описании под видео, чтобы каждый мог посмотреть. Можете найти институт по поиску. И потом, стало быть, активироваться через этот университет, если к нему есть доступ. Ага, тут есть функция NOT REGISTRATED. Видим. А ну, проверим, есть ли она здесь. Ага. Перейдем на главную страницу скопуса. И чуть-чуть не наблюдаю я здесь NOT REGISTRATED ссылки. А, так, тут и регистрация. Непонятно пока, в общем, как работает новый сайт скопуса в плане регистрации. В этом, если такова и есть, и авторизация. Регистрация успешная. Ну, классно. Так, ладно, с этим моментом потом поразбираемся. Лабораторные работы какие-то. Что это такое? А, понятно. Сейчас загрузится. Ну, и связь. Ну, даже вот так вот. В странице не найдено. Да, видно еще в процессе оно. Разработка. Не, ну, это хорошо, конечно. LAPS что-то тоже не открылись. Ладно, вернемся на главную страницу по-прежнему, где у нас активны всего две линки, логины, места публикации. Ага, вот перечень журналов. Да, это перечень журналов, которые в скопусе, я так понял. Все, ну, сейчас, 22 мая, здесь 37,5 тысяч журналов. То есть, что мы здесь имеем? Можно скачать список мест публикации. Нельзя скачать список мест публикации. Видимо, еще в разработке. Ну, поиск, посмотрим, работает. Допустим, там какие-нибудь biological биолог ага, работает. 159 источников. То есть, у нас есть сортировка по названию места, по названию места публикации. Работает. Или нет? Непонятно, ладно. Есть какой-то показатель сайт-скор. Да, что-то как-то сайт-скор тоже не работает. Что такое вообще сайт-скор? Так, ну, может, я постраницу обновлю. Неинтересно. Ну, дорогие зрители, сайт-скор, я так расскажу. Это новый... А, вот, открывается новый показатель скопуса, который в среднем характеризует количество цитируемости каждого документа в журнале. То есть, среднюю цитируемость каждого документа, каждой статьи в журнале. То есть, здесь, к примеру, мы видим в этом журнале, да, или вот там, допустим, химические обзоры, да, 40... Ну, в среднем 46 где-то цитат на каждый документ идёт, на каждую статью. То есть, в принципе, интересный показатель. Новый. Высчитывается он за несколько лет. Там, в дальнейших видео мы более подробнее сайт-скор расскажем, снимем об этом видеоматериал со всеми ссылками, где и как можно посмотреть. Но это об этом немного позже. Сейчас, наверное, цель всё-таки разобраться с Копус, с новым дизайном и функционалом. Здесь также у нас видим, есть S.UR, да, S.M.A. JournalRank. То есть, СНИП. И, кстати, сортировка по сайт-скор так и не работает. А, потому что он сейчас отсортирован по сайт-скор. А тут работает сортировка по названию мест публикации. Да, ну, вернёмся на самый цитируемый. Такие же документы в журнале. Так, и по типу можно сортировать. Что у нас? Журналы, книги, конференции и отраслевые издания. Ну, вот, как-то есть поиск по названию, по S.C.N., по издателю. Можно этого по нас и журналы отобразить. Ну, да. Потом журналы кликабельные. А, ну, давайте посмотрим, что будет, если мы нажмём Chemicler Reviews. Вот так открывается страница данных о журнале. Годы охвата Скопус. С 24-го года журнал в Скопус. Издатель его. Видимо, ICCN, ICCN Online, отрасль знаний. Так, журнал Homepage, домашняя страница. Открою, ну-ка, проверим. Да, открывается домашняя страница журнала, то есть, ссылка на журнал, на самом сейчас загрузится. Да, открылось. прикольно сделано. Что у нас сайт Скор здесь 2015-го года, S.U.R. и СНИП за 2015-й год. Сайт Скор можно и предыдущих годов глянуть. То есть, мы тут видим, что у нас идёт почти 30 тысяч цитат на 600 документов. Ну, и где-то, если 30 тысяч поделить на 600, образно, то как раз правильно 50-й получится. да, правильно. То есть, расчёт сайт Скор идёт с помощью количества цитирования. Ага, сайт Скор рассчитывается следующим образом. Это у нас даже формула идёт. То есть, у нас количество цитирований за 2013 год, общее количество цитирований выпусков, я так понял, всех статей 2013 года, это 30 тысяч. И оно делится на сами статьи с 10-го по 12-й год включительно. То есть, 10-й, 11-й, 12-й год. Три года. Получается, да, три года. То есть, и получаем мы наш сайт Скор. То есть, таким образом, если нам нужно узнать за 15-й год сайт Скор, это у нас идёт 14-й, 13-й, 12-й год в знаменателе, общее количество документов, и в числителе, общее количество цитат за 2015 год. Тогда у нас получается наш сайт Скор. интересный довольно новый индекс. Очень даже интересно, что у нас дальше. Тенденция рейтинга. Ага, это графики. Рейтинга, среди всех похожих по теме и рейтинг сайт Скор журналов по теме, я так понимаю, по основной. Надо, вот в категории Chemistry. Наход содержимого у нас что? Год 2017-16, непонятно, ссылки не рабочие какие-то, но количество, видимо, просто количество документов, да, наверное, количество документов в этот год. статья имеется в виду. Ну, вроде все здесь. Ну, очень прикольно, мне нравится, это действительно интересно. Конечно, большой минус, что либо же вообще, либо же конкретно сейчас просто пока технически работаю. Можно, если можно так сказать, идут на скопусе. Нельзя посмотреть свой индекс Хирша, то есть, это довольно-таки серьезная проблема, которую, я надеюсь, все-таки издательство исправит. Ну, не знаю, проблема, не проблема, это для них, возможно, это и была их задумка, но затрудняюсь пока что-то ответить. в любом случае Open Science in Ukraine следит за развитием дальнейших событий на скопус. Мы обязательно об этом будем снимать видео, писать материалы на нашем портале. Заходите, следите за новостями, подписывайтесь на каналы, ставьте лайки, комментируйте. Вдруг кто-то что-то найдет то, чего я видео не указал, пожалуйста, большая просьба, пишите нам, мы дополним дальнейших видео этот материал. Спасибо вам за просмотр, всего доброго, до свидания.